Глава 15. Вера и доверие Вера в Бога и доверие к Нему – это основание всей Торы. Если мы примем эти качества, избавление придет в славе и величии, но если мы их отвергнем, Израиль постигнут такие страдания, каких мы еще не видели, я денно и ночно оплакиваю это осиротевшее поколение, которое разучилось доверять всемогущему Богу Израиля, высшей силе, управляющей всем. Если человек доверяет только собственному высокомерию, уповает только на человеческую силу, он отвергает силу Бога и само его существование. Да простит милосердный Бог наше поколение за его страшный грех, утрату полного доверия к Ашему, Богу Израиля. Вера в Бога и доверие к Нему – это основание Торы. Мудрецы учат Макот 23, Бет 24, Алиф. Моше было дано 613 заповедей. Давид подчеркнул 11 из них. Нишаягу подчеркнул 6. Михей подчеркнул 3. Нишаягу вернулся и подчеркнул 2. Авакум подчеркнул 1. Авакум 2, дробь 4. «Праведник будет жить своей верой». Конец цитаты. Действительно, вера – это то основание, на котором возведено все здание Торы. Без этой веры, как и без концепции всезнающего, всемогущего существа, невозможно ни Тора, ни иудаизм. Евреи, как народ, появились только благодаря вере в Бога и Его возвышенным качествам. И окончательное избавление придет тоже только благодаря вере. Вот о чем говорит Михилта, Бешалах, Месехта де Ваихи, Пороша 6. «Тогда Моше и дети Израиля запели» – Шмот 15, дробь 1. «Раби Неймия сказал, «Кто принимает на себя одну заповедь в полной вере, достоин того, чтобы на нем покоилось божественное присутствие. Мы находим, что в награду за веру наших предков в Бога на них снизошло божественное присутствие, и они спели Шира» – песню из Шмот 15, дробь 1-18. Сказано, «Они верили в Господа и Моше, раба Его» – Шмот 14, дробь 31. И далее, «Тогда Моше и дети Израиля запели» – конец цитаты. «Мы находим, что Авраам не унаследовал бы этот мир и будущий мир, если бы не его вера в Бога. Авраам поверил в Господа, и Господь счел это праведностью» – Берешит 15, дробь 6. Точно так же мы находим, что Израиль не был бы избавлен из Египта, если бы не его вера, как сказано. «Народ поверил» – Шмот 4, дробь 31. Также сказано, «Господь сохраняет верных» – Таилим 31, дробь 24. «А верные напоминают наших предков». Сказано, «Аарон и Ор поддерживали его руки» – Шмот 17, дробь 12. А также, «Это врата Господа, праведные войдут в них» – Таилим 118, дробь 20. «А верных что сказано?» «Накройте ворота, чтобы праведный, верный народ мог войти в них» – Ишаягу 26, дробь 2. «Все верные входят этими воротами». Также сказано, «Хорошо благодарить Господа и воспевать Твое имя Всевышний, Утром возвещать Твое милосердие и Твою истину ночами Под звуки десятиструнной лиры И на арфе под напевные звуки лютни Ибо развеселил Ты меня, Господь, своими делами Возрадуюсь делами Твоих рук» Таилим 92, дробь 2-5 «Что вызвало в нас эту радость? В награду за веру наших предков в этом мире, Который есть полная ночь Мы заслуживаем будущего мира, Который есть полное утро» Цитата «Утром возвещать Твое милосердие и Твою истину ночами Конец цитаты «Подобным образом Иосафат сказал народу» Вторая летопись 20, дробь 20 «Верьте в Господа вашего Бога, чтобы быть твердыми Верьте в Его пророков, чтобы иметь изобилие» Конец цитаты Также сказано «Разве твои глаза обращены не к вере?» Ермиягу 5, дробь 3 «Праведник будет жить своей верой» Аввакум 2, дробь 4 «Твоя доброта обновляется каждое утро» «Велика вера в Бога» Плачь Эрмиягу 3, дробь 23 «Точно так же мы находим, что изгнанные не вернулись бы, если бы не их вера» Сказано «Пойдем со мной из Ливана, моя невеста» «Со мной из Ливана» «Но смотри, вера идет первой» Песнь песни 4, дробь 8 «Я обручусь с тобой навсегда, я обручусь с тобой через веру» Ошеа 2, дробь 21 «Действительно, вера велика в Божьих глазах, ибо благодаря вере на них снизошел Святой Дух, и они запели «Шира», как сказано «Они поверили в Господа и Моше, раба его» Шмот 14, дробь 31 «А затем, тогда Моше и дети Израиля запели», так же сказано «Тогда они поверили его словам, они запели ему хвалу» Таилим 106, дробь 12 Конец цитаты Зачатие Авраамом Израиля как народа, затем его рождение в Египте, окончательное избавление Все эти события связаны с верой в Бога Как объясняется в приведенных стихах, вера включает в себя бетахон, доверие, хотя в каком-то смысле это две грани одного понятия Эмуна, вера, означает ясное понимание того, что Бог существует, что все создано Им и что Он совершал для Израиля великие чудеса Другими словами, это недопускающее сомнений знание о чем-то, что имело место в прошлом Что Бог действительно создал мир и совершил чудеса для наших предков в Египте, у Красного моря и так далее по Танаху С другой стороны, бетахон – это прямое следствие иммуна, обращенное в будущее Это убежденность в том, что как Бог совершал чудеса в прошлом, точно так же Он будет делать это и в будущем Мы обсудим это ниже Вера – это высшее основание Торы Израиля, ибо без понятия Бога невозможно ни Тора, ни нация Израиля, понимаемая как священный народ и избранный для особой цели Рамбам так начинает свой великий труд Мишне Тора Высшее основание и столб мудрости – знать, что существует первичное существо и что Он привел к существованию все сущее Все, что существует на небе, на земле и где бы то ни было между ними, существует только благодаря истинности существования Бога Конец цитаты А вот о чем пишет Рабену Бихайе в своем труде «Кад Хакемах» – статья Эмуна Суть соблюдения Торы – вера в Бога Поскольку у кого нет веры, тому лучше бы не рождаться Человек должен верить, что у мира есть Создатель Уникальное существо, которое на земле наблюдает за человечеством как группой и как отдельными личностями Конец цитаты Этот аспект веры относится к созданию мира и всему, что в нем Но у веры есть и другой аспект Убежденность в том, что Бог творил великие знамения и чудеса для наших предков Оба эти аспекта основаны не на слепой или теоретической вере Но на наблюдении, подлинном свидетельстве В Египте и в пустыне Израиль воочию видел чудеса, которые Бог творил на глазах всего народа Согласно Торе, все египетские казни совершались открыто Чтобы Израиль мог убедиться в реальности Бога, поверить в Него и исполнить Его заповеди Так мы читаем Ты должен сказать своему сыну Мы были рабами фараона в Египте, но Бог вывел нас из Египта могучей рукой Бог совершил великие и ужасные чудеса против фараона и всего его дома На наших глазах Дворим 6.21.22 В другом месте есть такие слова Помните, что Господь сделал фараону и всем остальным в Египте Вспомните великие чудеса, которые вы видели вашими собственными глазами Там же 7.18.19 То же мы читаем о разделении моря Шмот 14.31 Израиль увидел великую силу, которую Господь простер на Египет И народ исполнился благоговения перед Господом Они поверили в Господа и Моше раба Его Вот что мы читаем о Синайском откровении Будь внимателен и как следует следи за собой Чтобы не забыть, что видели твои глаза Да не оставит твое сердце память об этом во все дни твоей жизни Учи своих детей и детей твоих детей О том дне, когда ты стоял перед Господом твоим Богом у Хорева Именно тогда Господь сказал мне Собери народ передо мной И я дам им услышать мои слова Это научит их благоговеть передо мной все время, что они живут на земле И они также научат своих детей Ты подошел и стал у подножия горы Гора горела огнем, который достигал сердце небес С тьмой, облаком и туманом Дворим 4.9-11 Конец цитаты В стихах 32-36 говорится Вы могли бы спросить о днях древних О том времени, когда Господь создал человека на земле Пройдя от одного края небес до другого Посмотри, происходило ли что-нибудь такое же великое И было ли слышно о чем-то подобном Видел ли какой-нибудь народ Как Бог говорил из огня Как видели вы И выжил при этом Творил ли Бог когда-либо чудеса Выведя один народ из другого народа Такими великими чудесами Знаками, знамениями, войнами Могучей ладонью и простертой рукой И страшными явлениями Какие Господь ваш Бог сделал для вас в Египте Перед вашими собственными глазами Вам было показано, чтобы вы знали, что Господь Верховное существо И что нет никого рядом с Ним С небес Он дал вам услышать свой голос Увещающий вас И на земле Он показал вам свой великий огонь Чтобы вы слушали Его слова из огня Конец цитаты Наконец, во второзаконии 5.3.4 Мы читаем Не с вашими предками Господь заключил этот союз Но с нами, с теми из нас Кто все еще жив сегодня На горе Господь говорил с вами Лицом к лицу На горе Господь говорил с вами Лицом к лицу из огня Конец цитаты Как видим, наша вера не покоится на слепых эмоциях Но является прямым результатом видения Доказательства, личного, фактического свидетельства Бог знает природу человека Он знает недостатки Израиля Его упрямство и недоверие Таким образом, Он явил чудеса Чтобы дать евреям собственными глазами Увидеть самое чудесное доказательство из возможных На Синае Бог открылся перед всем Израилем Мужчинами, женщинами и детьми Вот о чем пишет Рамбам Не чудеса Муше заставили Израиль поверить в него Ибо кто верит на основании чудес Будет подозревать, что эти чудеса Результат волшебства Но все чудеса, которые Муше совершил в пустыне Он совершил по необходимости А не чтобы доказать свое пророчество Было необходимо утопить египтян И Бог раздвинул море и утопил их в нем Израилю была необходима пища И Бог, и Бог низвел ман Они хотели пить, и Бог разделил скалу Община Короха отвергла Бога И Он поглотил их в земле Тоже относится ко всем чудесам Почему они поверили в него? Из-за откровения Синая Наши собственные глаза и уши Не глаза и уши пришельца Видели и слышали огонь Гром и молнии Приближение Муше к туману И голос обращенный к нему И мы слышали, как Бог сказал Муше, Муше, иди и скажи им то-то и то-то Сказано Лицом к лицу Господь говорит к вам Дворим 5.4 А также Не с вашими предками Господь заключил этот союз Но с нами Дворим 5.3 Вот почему Муше использовал местоимение в единственном числе Когда обратился к каждому еврею в отдельности Дворим 4.35 Ты тот, кто увидел и узнал, что Господь есть Бог Нет никого, кроме Него Конец цитаты Другими словами Отдельный еврей верит в Бога потому, что получил ясно видимое доказательство его существования Бог сам настоял на том, чтобы Израиль услышал и увидел собственными глазами реальность Бога Его великих дел и чудес Увидев все это, евреи бы автоматически узнали и поверили, что Господь также создал мир и все, что в нем Небеса и все его воинства, землю и всех ее тварей Связь между знамениями, данными Израилю и верой в Бога как Творца Вселенной Видна из того, что Тора начинается с описания акта творения Вначале Бог создал небо и землю и заканчивается упоминанием всех могучих дел и великих знамений, которые Моше показал перед глазами всего Израиля Дворим 34.12 Увидев могучие дела, знамения и чудеса, израильтяне поверили, что Бог действительно создал небо и землю, что Он всесилен Заключение Торы подтверждает ее начало Такова вера Она подтверждает то, что произошло в прошлом и что существует всемогущий, верховный Ашем, создавший Вселенную и сотворивший для нас бесчисленное множество чудес Вера ссылается на факты и явления, произошедшие в прошлом, на величие Бога и Его дела и чудеса, которые видели наши предки Царь Давид написал Таилием 139.6-12 Такое знание слишком удивительно для меня Слишком высоко Я не могу постигнуть его Куда я убегу от твоего духа? Куда я спасусь от твоего присутствия? Если я поднимусь в небо, ты там Если я устрою себе постель в преисподней Вот, ты там Если я возьму крылья утра и поселюсь в самых дальних местах моря Даже там твоя рука будет вести меня Твоя правая рука будет поддерживать меня Если я скажу Точно тьма окутает меня Свет вокруг меня станет ночью То даже тьма не слишком темна для тебя И ночь сияет, как день Конец цитаты Эмуна Вера Связана со словом Нейман Которая подразумевает нечто сильное Хорошо обоснованное Немогущее потерпеть неудачу Твой дом и царство станут неколебимы Нейман Навсегда Навсегда Основано Как в Таилим 41 дробь 14 Да благословится Господь, Бог Израиля От вечности к вечности Амэн и амэн Другими словами Бог силен и вечен С другой стороны Бетахон Доверие Это следствие понятия Эмуна Поскольку мы верим, что в прошлом Бог сотворил упомянутые великие дела Мы не сомневаемся, что Он способен сделать это и в будущем Что Он исполнит все свои обещания В Танахе и текстах мудрецов Понятие эмуна часто включает в себя также и бетахон Наше доверие к Ашему, как верховной силе, способной возвысить униженных и смиренных, не пустая риторика Оно основано на твердом доказательстве существования Бога Когда человек не доверяет Богу Он показывает этим, что не верит в Его силу И, следовательно, не до конца верит и в Его существование Бетахон подразумевает, что Бог всемогущ и управляет всем А мы нуждаемся в Его помощи Слабые и смертные Мы не в состоянии самостоятельно справиться с нашими проблемами и противниками Доверие Богу означает признание того факта Что мы слишком слабы и малочисленны И нуждаемся в Божьей помощи Этим мы обуздываем собственные злые позывы Заносчивость и высокомерие Чем исполняем цель своей земной жизни Вот почему ядром молитвы является Шмоне-Эсре 18 благословений А не Шма, в которой мы объявляем о вере в Бога И никакая другая молитва Ключевая роль Шмоне-Эсре Видна из того, что мудрецы ссылаются на нее С помощью слова Тфила Молитва Почему Шмоне-Эсре считается главной молитвой? Потому что в ней мы просим Бога помочь нам Спасти нас В этой молитве констатируется величие Бога И приниженность человека Факт, лежащий в основе творения Именно этим чувством должно наполнять нас качество бетахон Крайне важно, чтобы еврей всегда помнил о бесконечной силе Бога Чтобы он всегда и во всем был готов повиноваться Богу Он должен понимать, что доверие Богу должно быть безоговорочным Если еврей делает, что должен делать То Бог не просто исполнит свои обещания Но будет, так сказать, вынужден их исполнить Наши мудрецы сказали Сифри и Экеф 49 Если вы делаете, что требуется от вас Тогда я тоже сделаю, что требуется от меня Подобным образом сказано И в Дворим 26, дробь 15 Посмотри из своего святого жилища И благослови твой народ Израиль Раша так комментирует этот стих Мы сделали то, что ты повелел нам Сделай то, что ты обязан сделать А нет, цитаты Доверие Богу, как Верховному и Всемогущему Владыке Отражено в молитве Ханны 1 Шмуэля 2, дробь 1-10 И молилась Ханна и сказала Возрадовалась сердце мое в Господе Вознесен рог мой, слава моя, Господом Широко разверзли с уста мои на врагов моих Ибо я радую с помощью твоей Нет столь святого, как Господь Ибо нет другого, кроме тебя И нет твердыни, как Бог наш Не говорите слишком высокомерно, надменно Да не выйдет похвальба из уст ваших Ибо Бог, Всеведущий Господь И дела у Него взвешены Луки героев ломаются А слабые перепоясываются силою Сытые за хлеб нанимаются А голодные перестали голодать Даже бесплодная может родить семерых А многочадная изнемогает Господь умерщвляет и оживляет Низводит в преисподнюю и поднимает Господь делает нищим и обогащает Унижает и возвышает Подъемлет из праха бедного Из грязи возвышает нищего Чтобы посадить свельможами И престолом славы наделяет их Ибо у Господа устои земли И Он утвердил на них вселенную Стопы благочестивых своих охраняет Он А нечестивые во тьме погибнут Ибо не силою крепок человек Сокрушены будут враги Господни На них Он с небес возгремит Господь судить будет все концы земли И даст силу царю своему И вознесет рог помазанника своего Конец цитаты Вся книга Таилин царя Давида Исполнена полным доверием к Богу А Его песни освящают наш путь С миром я ложусь и сплю Ибо Ты, Господи, даешь мне жить в безопасности 4.9. Все, кто прибегает к Тебе, возрадуются Они всегда будут петь от радости И Ты приютишь их 5.12. Те, кто знает Твое имя Возложат упование на Тебя Ибо Ты, о Господи, не забыл тех, кто ищет Тебя 9.11. Что до меня, то я доверяю Твоей доброте Мое сердце будет радоваться в Твоем спасении 13.6. Я навсегда поставил пред собой Господа Он непременно по правую руку от меня Я не поколеблюсь 16.8. Человек всегда должен видеть перед собой Господа Тогда ему будет неведом страх смерти Ведь на его стороне Всемогущий Бог Там же 55.23 Он никогда не даст праведному поскользнуться Праведник падает семь раз и снова встает Мишли 24.16 Хашем должен быть перед нами всегда Это означает не просто всегда доверять Богу Но постоянно помнить о Нем и ходить Его путями Полагаясь на Его помощь Царь Шлумо сказал Мишли 3.6 Во всех своих путях признавай Его И Бар Капара объяснил этот стих Брахот 63 Алиф Какое короткое место, от которого зависят все заповеди Торы Во всех своих путях признавай Его И Он направит твой путь Конец цитаты Или комментарий Махарши там же Сказано Не помни Его А признавай Его Это значит истинно признать существование Всемогущества и всезнания Бога Во всех наших путях Так что Он награждает праведных И наказывает злых Конец цитаты В Таилин есть и такие слова о доверии Ашему «Господь мой камень, моя крепость, мой избавитель В нем я нахожу прибежище Он мой щит, рог моего спасения Моя высокая башня Я пою, превознесен, Господь И я спасен от моих врагов» 18.3.4 «Ты зажигаешь мой светильник Господь, мой Бог, освящает мою тьму С Твоей помощью я сокрушаю войско противника Я взбираюсь на стену, чтобы захватить вражеский город» 18.29.30 Мы читаем и такие слова «Господь ответит тебе в день бедствия Имя Бога Якова поставит тебя на высоту» 20.2 «Кто-то уповает на колесницы, кто-то на коней Но мы будем уповать на имя Господа нашего Бога» 20.8 «На тебя уповали наши отцы Они уповали, и ты действительно избавил их К тебе они взывали и спаслись На тебя они уповали и не постыдились» 22.5.6 «Да, хотя я хожу долиной тени смерти Я не убоюсь зла, ибо ты со мной Наставление твое и поддержка твоя утешат меня» 23.4 «Храни мою душу и избавь меня Не дай мне постыдиться, ибо я нашел прибежище в тебе» 25.20 Возложи надежду на Господа Будь силен и храбр сердцем Да, возложи надежду на Господа 27.14 Будьте сильны, храбры, все вы, надеющиеся на Господа 31.25 В двух последних стихах мы видим суть подлинного бетахона Очень сложно уповать на Бога в крайне стесненных обстоятельствах, Когда мы на грани отчаяния Для этого требуется огромная сила Почему царь Давид и написал «Возложи надежду на Господа» Если вас преследуют беды Возложите надежду на Господа и доверьтесь Ему Если для вас это непросто Тогда будь силен и храбр сердцем Мужайтесь, и вы обязательно найдете силы Полностью довериться Богу И тогда это доверие будет укреплять вас В Таилим есть и другие слова о бетахон Как изобильна твоя благость, которую ты сохранил для тех, кто боится тебя Которую ты создал для тех, кто прибегает к тебе на виду у сынов человеческих 31.20 Много бед у нечестивых, но тот, кто уповает на Господа, окружен добротой 32.10 В Ялкут-Шимуни, Таилим 719 Есть такой комментарий на этот стих Раби Элиезер и Раби Танхум сказали от имени Раби Ермии Даже если кто-то грешит, но при этом уповает на Бога Доброта окружит его Упование на Бога настолько важно Что даже если из-за слабости или по другим причинам Человек не выполняет заповеди Торы Но при этом искренне доверяется Богу То его все равно окружит доброта Вот как велико упование на Бога Вот как важно прочно укоренить его в своем сердце Когда человек доверяется Богу Он этим доказывает, что верит в его существование И счастлив всякий, кто заслуживает этого Ирмиягу 17.7 Благословен человек, уповающий на Господа Господь станет его прибежищем Конец цитаты Действительно, такой человек благословен Его упование на Бога Принесет ему величайшую награду В том числе и в будущем мире Как мы увидим ниже Счастье – это и необходимая предпосылка Для доверия к Богу И одновременно следствие этого доверия Бетахон – это призыв отвергнуть реализм В кавычках Истинный бетахон утверждает Что настоящая реальность Далеко не обязательно то Что видит глаз, слышит ухо Или ощущает рука Бог способен поставить реальность В кавычках с ног на голову И тогда ничто не сможет воспротивиться Его воле Вот о чем пишет Рабейну Бехае Кад Гакемах Конец статьи Бетахон Кто уповает на Ашем Будет окружен со всех сторон добротой Которая поддерживает мир Как сказано Тот, кто уповает на Господа Доброта окружает его Таилим 32.10 Именно Бог обустраивает те дороги На которых человек может поддержать себя Эти дороги не за пределами Божьего внимания Конец цитаты Об этом же написал и царь Давид Таилим 55.23 Возложи надежду на Господа И Он поддержит тебя Это не пустые слова Не просто нравственная аннотация Это реальность, истина Мудрецы говорят Сота 48 Бет У кого есть хлеб в корзине Но он задает вопрос Что я буду есть завтра У того мало веры Конец цитаты Чтобы научить нас важности веры и доверия В прошлом Бог давал нашим предкам ман Перед этим дети Израиля начали жаловаться Сомневаясь в способности Бога Обеспечить их пищей По сути им не хватало веры в Бога Таилим 78.19-22 Они говорили против Бога Они сказали Сможет ли Бог накрыть стол в пустыне Сможет ли дать также и хлеб Даст ли Он мясо своему народу Господь услышал это и разгневался Огонь загорелся на Якова И гнев вышел на Израиль Потому что они не верили в Бога И не уповали на Его спасение Конец цитаты Тогда Бог решил дать им ман Чтобы они наконец поверили в Него И научились полагаться на Него А тех, кто не послушал Моше И сберег ман до следующего дня Мудрецы говорят Михилта Бешалах Месехта Девайса 4 Это те, кому не хватило веры в Израиле Касательно мана Важно отметить несколько моментов Во-первых, он поступал в небольших количествах Будь это не так Израиль мог бы насобирать его впрок Однако ман падал лишь раз в день И затем таял Во-вторых, каждый получал лишь определенное количество мана Омер Около двух литров на человека Шмот 16, дробь 16 Когда человек съедал свою порцию У него больше не оставалось еды Так что приходилось ждать до следующего дня В-третьих, когда кто-то пытался собрать больше, чем положено Весь излишек сверхположенного омера портился Вот что мы читаем в Торе Господь сказал Моше Я сделаю так, что хлеб начнет падать с неба Народ выйдет и будет собирать, сколько необходимо на каждый день Я испытаю их, соблюдают ли они мою Тору Моше сказал Господь предписывает, что каждый человек Возьмет столько, сколько ему нужно По омеру на каждого Сколько у кого людей в шатре Когда израильтяне пошли это делать Некоторые набрали больше Некоторые меньше Но когда они измерили это Оказалось, что тот, кто взял больше, не имел излишка И кто взял меньше, не имел недостатка Они собрали ровно столько, сколько было необходимо каждому для еды Моше объявил им Никто не должен оставлять излишек до утра Некоторые не послушали Моше И оставили часть до следующего утра Она стала гнилой и червивой Шмот 16.4.15-20 Да, Ман был невероятным чудом Но он был также символом доверия к Богу Который поддерживает всякую плоть И доказательством его превосходства Над законами природы Ман поступал только раз в день И небольшими порциями Чтобы израильтяне не смогли собрать его прозапас Для пущей уверенности в завтрашнем дне Бог специально хотел, чтобы они прониклись идеей веры и доверия Пониманием того, что их жизнь полностью, ежечасно и ежесекундно Зависит от его доброты Они должны были поднять глаза к небу И возложить на Бога все заботы о ежедневном пропитании Так они обуздали бы высокомерие и эгоизм И приняли ярмо неба Именно в этом суть стиха Я испытаю их, соблюдают ли они мою Тору Ман стал испытанием их умения доверяться Богу И полагаться на Него Заметьте, что Бог сказал Соблюдают ли они мою Тору Имея в виду, верят они в Него или нет Здесь мы видим тот принцип, что вера в Бога и доверие к Нему И есть Тора, на которой основаны все прочие 613 заповедей Макот 24 Алиев Цитата Помните весь путь, по которому Господь, ваш Бог, вел вас эти 40 лет в пустыне Он посылал испытания, чтобы испытать вас Чтобы определить, что в вашем сердце Будете ли вы хранить Его заповеди или нет Он сделал вашу жизнь тяжелой Дав вам голодать И тогда накормил вас маном Который не видели ни вы, ни ваши предки Это должно было научить вас Что человек живет не только одним лишь хлебом Но всем, что исходит из уст Господа Смотрите, чтобы вы не забыли Господа, вашего Бога Тогда вы сможете есть и насыщаться Строить отличные дома и жить в них Все, чем вы владеете, может увеличиться Но тогда ваше сердце сделается надменным И вы можете забыть Господа, вашего Бога Того, кто выявил вас из дома рабства Что в Египте В пустыне Он кормил вас маном Пищей, которую не знали ваши предки Он мог посылать испытания Чтобы испытать вас Но лишь затем, чтобы со временем Сделать для вас еще больше доброго Дворим 8.2.3.11-14.16 Слово ман происходит от слова эмуна Ман – это осязаемый символ веры и доверия Как сказали наши мудрецы Танхума Бешалах 20 Достаточно на каждый день Шмот 16.4 Тот, кто создал день, создал и пропитание для него Конец цитаты Именно ман, как символ веры, стал вечным напоминанием об этом Моше сказал Вот что заповедал Господь Наполни омер маном Как напоминание для твоих потомков Тогда они увидят пищу, которой я кормил тебя в пустыне Возьми урну и наполни ее омером мана Шмот 16.32.33 Мудрецы комментируют Танхума, там же, 21 Когда Ирмиягу сказал Израилю «Почему вы не изучаете Тору?» Они ответили «Если мы будем изучать Тору, как мы сможем обеспечивать себя?» Тогда он достал урну с маном и сказал «Ваши предки изучали Тору Смотрите, как они себя обеспечивали Если вы будете изучать Тору Я буду поддерживать вас таким же способом» Конец цитаты Ман был и остается символом упования на Бога На его способность поддерживать и спасать свой народ Бог даже повелел положить его в урну Цинценет Мудрецы учат Танхума, там же Я не знаю, была ли урна сделана из серебра, золота, железа или свинца Поэтому говорится Цинценет Бог сослался конкретно на впитывающий Мециц Сосуд Чем могла быть только керамика Конец цитаты Бог хотел, чтобы все, что связано с маном Служило символом смирения, покорности и доверия Богу Это символизируют гончарные изделия из глины Так автор труда Унитаны Токев Поместил в праздничную молитву мусов Такие слова «Человек произошел из праха и конец его прах Он зарабатывает свой хлеб, рискуя жизнью Он как сломанный глиняный черепок» Конец цитаты Бог утвердил меру мана в один омер По той причине, что омер Одна десятая ефы Здесь содержится параллель с маосер Десятиной зерна, которую платил Израиль Так он признавал, что зерно от Бога Упоминание омера мы также встречаем в положении О приношении помахивания Которое приносилось шестнадцатого несана Для получения нового зерна Приношение помахивания Как бы возвращает Богу тот омер Манна, что Бог дал ранее Мудрецы объясняют Писик Тарабати 18 Бог сказал Израилю «Дети мои, когда я дал вам омер Я давал каждому из вас по омеру на человека По числу людей в шатре Шмот 16, дробь 16 Теперь же, когда вы даете мне омер Вы даете мне лишь один омер От всех вас вместе взятых» Конец цитаты Мы видим, что помахивание омером Для получения разрешения на новое зерно Напоминает омер, мана И символизирует веру и доверие Израиля к Богу Вот почему мудрецы говорят там же За что Израиль получил землю ханан За омер Таким образом, Моше предупреждает Израиль Вы должны принести омер от ваших первых плодов Вайкра 23, дробь 10 Или в другом месте, там же Раби Йоханан сказал Никогда нельзя легкомысленно относиться к заповеди омера Ибо через эту заповедь Авраам заслужил в наследие землю ханан Бог сказал «Тебе и твоему потомству я дам землю, в которой ты сейчас живешь» Берешит 17, дробь 8 «Чтобы Авраам хранил его завет» Там же стих 9 Который относится к заповеди омера Отсюда ясно видно, что Израиль наследовал ханан Только благодаря своей вере и упованию на Бога А гомер Служил символом этих качеств Поскольку относился к ману Всегда, когда наши мудрецы упоминают гомер Они подразумевают доверие к Богу Которое он символизирует Вот что сказал раби Яшуа бен Леви там же Именно это защитило их во дни Гидеона Как сказано Когда Гидеон пришел Один человек рассказывал сон своему знакомому Говоря «Я видел сон И вот круглый ячменный хлеб Целил Лехем Сеорим Упал в лагерь Мадиама Подкатился к шатру И ударил его так, что он упал Перевернулся вверх дном И распался» Судей 7.13 Что подразумевается под круглым ячменным хлебом Раби говорят То поколение было лишено Целил святых Почему же тогда они были спасены? Благодаря своему ячменному хлебу Какому ячменному хлебу? Омыру Раби Шмуэль Барнахман сказал Именно это защитило их во дни языки Куда назначенный жезл, который Господь наложит на него, не пойдет Он будет с бубнами и лирами И в битвах о владении он будет сражаться с ними Ишаяу 30.32 Действительно ли то поколение участвовало в битвах о владении? Я бы сказал, что это относится к заповеди Омера Конец цитаты Омер символизировал непоколебимое доверие к Богу Прочное настолько, что даже когда все уже потеряно Человек не отчаивается Во времена Гидеона Несколько человек победили целую армию Это может произойти и сегодня Раби Леви пишет в Писикте, там же Именно это защитило их в дни Аммана Когда Мордыхай увидел, что Аман приближается к нему с лошадью Он сказал Я думаю, этот грешник пришел убить меня Он сказал своим ученикам Убегайте, чтобы вас не опознали потлеющим углем с меня Они ответили В жизни и смерти мы с тобой Что сделал Мордыхай? Он облегся в Талит и начал молиться Нечестивый Аман подошел, сел перед ними и спросил Что вы изучаете? И они ответили Заповедь Гомера, который Израиль принесет в храме Тогда он спросил Из чего состоял тот Гомер? Серебро и золото или пшеница и ячмень? И они ответили Ячмень Он спросил И сколько он весил? Двадцать талантов или десять? И они ответили Десять было достаточно Тогда он сказал им Знаете, что ваши десять талантов ячменя Могут восторжествовать Над десятью тысячами талантов серебра Плата Аману за убийство евреев Смотри Эстер 3.8-11 Конец цитаты По этой причине во время приношения Омера Тора требует совершать тнуфа Помахивание Он помашет Омером перед Господом Так, чтобы он был приемлем за вас Ваикра 23.11 Помахивание символизирует владычество и всемогущество Бога Основу нашей веры в Него Мудрецы говорят там же Он помашет Омером перед Господом Так, чтобы он был приемлем для вас Как он должен им помахать? Раби Ханина Баруква сказал Сказал от имени Раби Йоси Барханины Он помашет им взад и вперед Чтобы отменить суровость Духа И вверх и вниз Чтобы отменить суровые капли Раби Шимон сказал от имени Раби Яошуа бен Леви Он помашет им взад и вперед для того, кто полностью обладает Вселенной А вверх и вниз для того, кто обладает небесными и земными существами Конец цитаты Идея упования на Бога и Его способность на любое действие Любой ответ на наши молитвы Красной нитью проходит через всю Тору Мы должны лишь поднять глаза к небу Помолиться и положиться на Бога В Таилим 33.18 сказано Вот глаза Господа на тех, кто боится Его На тех, кто надеется на Его доброту Другими словами, еврей должен возложить свои надежды на Бога Там же, в 22 стихе, есть и такие слова Да будет Твоя доброта, о Господи, на нас Потому что мы возложили наши надежды на Тебя Степень доброты Бога к нам Зависит от того, насколько мы умеем возлагать на Него наши надежды Цитата Посмотрите и увидите, что Господь благ Счастлив человек, кто находит прибежище в Нем Бойтесь Господа, вы Его святые Ибо нет нужды у тех, кто боится Его Молодые львы терпят лишения и голодают Но те, кто ищет Господа, не имеют недостатка ни в какой хорошей вещи Господь избавляет душу своих служителей Никто, кто надеется на Него, не будет оставлен Таилим 34.9-11.23 Итак, избавление зависит от упования на Бога Вот правило Бетахон – это признание того, что ты червь и прах Сломанный черепок, слабый и смертный И что лишь Бог может помочь в бедствии Поскольку Он всемогущий, бессмертен Чем тяжелее ситуация, чем сильнее отчаяние Тем важнее проявлять Бетахон Цитата Много скорбей у праведника, но Господь избавляет его от всех Таилим 34.20 Рабейну Бихайя сказал Каад Гакемах, статья Бетахон Бетахон нельзя смешивать с сомнением Даже если праведного человека постигло много несчастий Он должен служить Богу мужественно и подлинно уповать на Него Конец цитаты При этом Рабейну Бихайя добавляет там же Если у человека есть Бетахон Тогда мы знаем, что у него есть и Эмуна – вера Бетахон – это как плод дерева, а Эмуна – дерево Как существование плода означает существование дерева или растения, на котором он вырос Но существование дерева не означает существование плода Поскольку у некоторых деревьев, например, у теневых, нет плодов Так и наличие Бетахон гарантирует наличие Эмуна, но не наоборот Конец цитаты Давайте как следует поразмыслим над этим, казалось бы, загадочным высказыванием мудреца Эмуна не гарантирует Бетахон Если человек верит, что Бог в прошлом совершал чудеса Создал этот мир и все в нем И продолжает управлять им То ясно, что такой человек будет верить и в то, что Бог исполнит все свои обещания Если только мы исполняем его заповеди Ясно, что такой человек будет ходить Божьими путями, несмотря на трудности Что же тогда имеет в виду Рабейну Бехая, говоря, что Эмуна не гарантирует Бетахон? Разве Бетахон не является логическим и непременным следствием Эмуна? К сожалению, нет Многие замечательные евреи искренне говорят о вере в Бога и Его всемогущество Но очень немногие доверяют Ему, не боясь опасности ради заповедей и освящения Его имени Очень просто говорить о вере и разглагольствовать о Божьих чудесах, совершенных в прошлом Какой религиозный еврей не признает, что Бог творил чудеса в Египте Или открылся на горе Синай, чтобы дать Израилю Тору Какой посетитель синагоги не повторит в утренней молитве стих Истыли им 146.3.5 Не полагайся ни на князей, ни на сына человеческого, в котором нет спасения Счастливы те, чья помощь в Боге Якова Все мы с гордостью провозглашаем перед утренней Шмоне-Эсре Что Бог избавил нас из Египта Освободил нас из дома рабства Поразил всех их первенцев Разделил Красное море Утопил высокомерных Но перевел своих возлюбленных Конец цитаты Но многие ли готовы превратить свою веру прошлого В доверие будущего Хроническая нехватка бетахон Отличительная особенность наших дней Мы разучились полагаться на Бога То ли мы не уверены в том, что Он может нам помочь То ли боимся смертного человека То ли нас пугает реальность в кавычках Убивающая Божий страх и доверие к Нему Так поступают и отдельные евреи Отягощенные проблемами личной жизни И еврейский народ в целом Которому угрожают его враги Еврей может повторять в молитве Кто-то полагается на колесницы Кто-то на коней Но мы будем призывать имя Господа нашего Бога Таилим 20.8 Но при этом не понимать Как еврейскому народу и государству Прожить без колесниц и коней Очень просто разглагольствовать о вере Эмуна, которая не требует от человека никаких действий Однако этого нельзя сказать о бетахон Доверии к Богу Бетахон требует действий Самоотдачи, самопожертвования Даже риска для жизни Причем здесь и сейчас При этом нужно верить Что как бы ни сложились обстоятельства Со временем все будет хорошо Бетахон есть далеко не у каждого верующего Если человеку не хватает доверия к Богу Его вера либо слишком слаба Либо упаси Бог Ложно Вот что пишет Робейну Бехае Там же Бетахон означает Что человек уповает только на Бога И вспоминает о нем во всем, что делает Необходимо размышлять о том, что наши дела не в наших руках Но зависят от воли Бога Многие уповают на Бога в общем смысле И верят полной верой, что все в Его руках Но не применяют это упование в практических делах Это очень распространенная проблема Очень просто подписаться под теоретическими положениями Которые не требуют никаких жертв Например, о всемогуществе Бога Однако в момент истины Когда от человека требуется доказать, что его вера влияет на его жизнь Доказать это какими-то трудными и опасными поступками Тогда доверие к Богу тут же испаряется Понятие Бетахон применимо как к отдельному еврею Так и к еврейскому народу в целом О последнем Робейну Бехае написал такие слова Кад Хакемах, глава Бетахон Робейну Йона, Мишлей 3,26 Объяснил Бетахон так, что человек должен знать в сердце Что все в руках Бога И что Бог может изменять законы природы и удачу Ничто не мешает Богу спасти многих или немногих Даже если подкралась беда Божье спасение все равно близко Потому что Он всемогущ И ничто не может воспрепятствовать Его планам Даже если человек видит, что над Ним занесен меч Он не должен отчаиваться и терять надежду на спасение Об этом прямо сказано в Иов 13,15 «Даже когда они поражают Меня, я все равно буду возлагать надежду на Бога» Конец цитаты Об этом сказал и Хискиягу Ешаягу «У меня есть традиция от дома моего деда Даже если над шеей человека занесен меч Он не должен терять надежду на милосердие» Конец цитаты Это объясняется в Брахот, 10 алиф Ешаягу сказал Хискиягу «Сообщи своему дому, что ты мертв и не будешь жить» 2 Царей, 20,1 Он имел в виду, что Хискиягу мертв в этом мире И не будет жить в будущем мире Хискиягу спросил «Почему?» И Ешаягу ответил «Потому что ты не женился и не родил детей» Тогда Хискиягу сказал «Я имел пророчество, что от Меня произойдет плохое потомство» И Ешаягу ответил «Какое тебе дело до Божьих тайн? Ты должен плодиться и размножаться, а Бог пусть сделает то, что Ему угодно» Тогда Хискиягу сказал «Тогда дай мне твою дочь Возможно, через мои и твои заслуги произойдет хорошее потомство» И Ешаягу ответил «Постановление уже вынесено» Тогда Хискиягу сказал «Сын Амоса, закончи свое пророчество и уходи» «У меня есть традиция от дома моего деда, что даже если острый меч занесен над шеей человека» Он не должен терять надежду на Божье милосердие И они узнали об этом из следующего стиха «Даже когда они убивают Меня, я по-прежнему буду возлагать надежду на Бога» Это согласуется со словами Таилим 62.9 «Уповай на Него всегда» «Если бедствие близко и человек не видит путей для спасения, он должен уповать на Бога, потому что для Него открыто много путей» Конец цитаты